В жизни людей угрожают не только аварии, но и болезни, со многими из которых медики успешно борются. Так, диабет второго типа, то есть тот, при котором инъекции инсулина не обязательны, можно вылечить с помощью низкокалорийной диеты, заявил известный британский диабетолог Рои Тейлор. Даже если диабет был на протяжении 10 лет, его симптомы можно ликвидировать, убрав лишний жир из поджелудочной железы. Это, безусловно, хорошо. Плохо, что пока это возможно лишь путем резкого сброса веса, фактически голодовкой. Обсудим тему со специалистом. У нас в студии директор Института диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, доктор медицинских наук Марина Шестакова. Марина Владимировна, здравствуйте. Доброе утро, Марина Владимировна. Доброе утро. Вот участники эксперимента Роя Тейлора избавились от диабета второго типа путем резкого сброса веса. Можно ли считать вот этот метод прорывом? Ну, я бы пока постерегалась бы говорить о прорыве. То, что, конечно, сахарный диабет второго типа напрямую связан с избытком веса и сброс веса напрямую связан с улучшением течения диабета, а может быть даже с ремиссией диабета, это точно, это так. Но то, о чем вы сказали, этот эксперимент Роя Тейлора, не каждый выдержит. Может быть, на краткий период времени, 8 недель, это 2 месяца, можно предложить низкокалорийную диету жесткую. Но, в принципе, голодовка – это очень опасный вызов организму, я бы так сказала, стресс для организма. Отказываться от еды никоим образом нельзя. Организм трудно обмануть, но ему очень легко навредить. Если они не едят 8 недель, то, соответственно, потом, когда они выходят из этого состояния, организм требует обратное. И диабет вернется, получается? Они наберут вес, потому что за эти 8 недель, что они голодали и теряли вес, организм так устроен, что если ему чего-то организму не хватает, а в частности глюкозы ему в данный момент не хватает, то после того, как глюкоза снова начинает поступать в организм, начинается ее быстрое усвоение и откладывание в виде опять тех же жиров. А вообще-то мы голодовку никогда не рекомендуем, потому что начинают распадаться собственные ткани. Ведь человек мечтает о том, что у него жир начнет распадаться. Ничего подобного. В первую очередь начинают распадаться мышцы собственные. Только потом, спустя вот несколько месяцев, начинается распад жировой ткани. Ну, возникает в таком случае вопрос. Если причина диабета второго типа, ожирение поджелудочной железы и печени, почему нельзя вот этот самый жир откачать элементарно или удалить каким-нибудь лазером, что наука не умеет разве это делать? Тут идут по другому пути. Не откачивают жир, а некую такую операцию производят на кишечнике, соединяя желудок сразу с отдаленными дистальными, мы их в медицине называем, отделами кишечника, чтобы пища быстро проходила в дальние, нижние отделы кишечника и тем самым меньше усваивалась, что называется. И тогда жировая ткань, она сокращается? И тогда жировая ткань начинает постепенно убывать. И человек выходит в ремиссию диабета, ну, почти из лечения, ну, в 80% случаев. А некие таблетки, капли, которые помогали бы усваивать пищу лучше и ее расщеплять правильно и выводить? Вот наоборот, значит, есть таблетки, которые не то что помогают лучше усваивать пищу, а наоборот помогают ей не усваиваться, потому что нам же ее надо вывести. Нам лишнее надо вывести. А смысл тогда? Есть, да. Ну, как? Человек кушает? Вкусно, но без эффекта. Он ничем себе не отказывает, но принимает таблеточку, а жир из этой пищи не всасывается, он выводится. Эти таблетки, они тоже у нас есть все на рынке. Такие. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ну, я двигаться побежал. Да, давай, я поищу результаты сверим. В гостях утренней студии была директор Института диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрав России, доктор медицинских наук Марина Шостакова. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.